ну всем здорово мужики всем здорово доброе утро утро начинается не с кофе а с ремонт и автоваза как вчера мы выяснили что у нас проблемы с датчиком регулятором топлива вот и в рампе у нас через два часа даже может быть меньше давление 0 вот путем как бы понимание понимаешь что форсунки так лить не могут прям моментально с топлива уходит если форсунки так или они бы вообще бы на бензине нормально толком не работали бы образно и поршневая свечи были бы просто слишком мокрый поэтому я решил думаю что это все-таки в бензонасосе регулятор надо менять вот давайте сейчас с утра несколько раз по повключаем зажигание наберем в рампу давление и и посмотрим как она с травма заведется как заведется давайте доводим вспыхивай да вот набрал давление она прям с пол тычка заводится вот что значит а до этого она значит топлива терялась и заводил жужжу долго все давайте сейчас пускай нагреется машину переставляем ближе к дому открываем ворота в гараж по никакие ворота блять так забор ли и где у нас глушитель она подымливает сажи дохуя масло жор есть вот сюда поставим году мы снимем ворота потому что ну возьми их неудобно вытаскивать постоянно ставить вытаскивать но возьми много придется наверно на целый день поэтому придется снять чтобы через дом не бегать гараж мусор не таскать будем ходить отсюда ворота Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На бензине работает вроде бы... Продолжение следует... 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 Играет музыка Играет музыка Что-то уж немножко пролью, если на салоне, ничего страшного Зато прольем, ни пыли не будет, ни чего А вода лишняя бежит Сейчас тряпочку вытру, и все Надо сразу внести сюда переноску и зарядник Надеюсь, там еще хоть бак чистый, да? Так, надо снять Вот эти штучки Надо твердку понести Да, в дальнейшем, я надеюсь, там уже само по себе спустилось Давление тут, ребята, ноль Сейчас бензином шмонить будет Надеюсь, съемка там идет, ребята Какая-то вроде бы идет Тут такая система новая Пошла Ну, как новая Вместо пластиковая Раньше, как некто было На некоторых болтах Ну, пластик, это, скорее всего, не иномарка Так, вот эту штучку надо открутить Вот, я не знаю, она равномерная Или какие-то части отличаются Я думаю, равномерная, да? Так А вот насос Должен стоять по какой-то метке Вот, пластиковая такая штучка идет Ну, в принципе, ровно ставишь Вот эту пластику вот в эти очки вставляешь Так, ладно Погнали Это неудобно Эти зубила большие Может, вот этим болтом как-нибудь Я говорю, ребят, я не специалист Не профессионал Я обычный, гаражный Или, не знаю, обычный, блять Как и вы, потребитель Никаких Никакого У меня нету сервисового опыта Ничего Сам по себе Понятно, что я Могу где-то Сделать не как профессионал Не как опытный, да? Делаю, короче, как могу Да, частично в машинах понимаю Не дурак совсем Элементарные вещи понять могу Но Еще раз повторюсь Я не специалист И не профессионал Сейчас проверим Насколько грязный у нас Бак, сетка и так далее Сейчас все прольется Тут, как я не люблю Вот эту процедуру Постоянно Ой, бля Что, погнали снимать, ребята Оceğim, жаль Ох! 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 Оу! Оф! 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 частично намок бак я скажу ребята чистенький там пару крошек песка песка мусора есть но относительно чистый бак здесь конечно грязи хватает здесь просто полет пиздец сколько грязи дорога пойдемте разбирать кого чистый абсолютно ребята как и удивительно фильтр идеально чистый скорее всего недавно у меня ли наверное может быть может нет так нам надо вот эту снять клеммочку клеммочка и вот этот фиксатор для натурнику отвертку сейчас магазин вот за углом вот до угла доходишь и наверх 50 метров и магазин пока отбивает так тихо съемка я близь надеюсь вам видно ребят просто для телефон по другому углу не кладет сейчас я просто так отодвину надеюсь вы видите вот фиксатор поджать болеть бензин снимаем крему вот эту есть фиксатор снимаем начало здесь блять начало здесь надо учить вот эти поддеть они как бы фиксируют сюда его и потом он сюда уже втаскать все и тоненькой отлёточкой поддеваем я не знаю как его проверить дуть не дуть ну не знаю работать на не работает короче фиг знать вот вот он на нем тоже сетка есть я не на видно вам будет или нет но посмотрите сетку сейчас я вам включу попробую носом на нажать дать носом сейчас прибавлю так где вот сетка ведь она абсолютно чисто вообще чисто там и бак чистая сетка и все поэтому слава богу ребят насос я не знаю вроде дает давление давайте его оставим не будем ничего менять поменяем только вот это как бы все ртд регулятор давление топлив 380 фирма или чай такой via какая-то блять надо убавить опять а то вы меня не видите были вот так вот короче все сейчас едем магазин он своей мазочки у меня стоит родненькая ждет меня я блять после из грант сажусь на мазду и просто в шоке как машина хорошая все погнали магазин покупать так ребят вот купил короче регулятор точнее это оригинал вот и так один в один сюда вот но это латунь это просто металл также все сеточка есть вот он и самый нужный запчасть ребята это идут который на конвейер вот поэтому бывает иногда с разборки с детали оригинально она пройдет больше чем новая заводская поэтому некоторые пишут комментарии кто не понимает граната там а захрустелой меня и сразу пару блять нахуя пару и менять если право не крутить если она стоит оригинальная она может еще пройти блять тысяча пятьдесят образно а ты поставишь хуй ту у тебя сломается для через неделю поэтому не слушать таких идиотов все отверстия отличаются почему-то центральный вот ведь ну блять я их не изобретаю не знаю все будем собирать надеюсь все получше будет ребят как хорошо что бак чистый вот это все чисто не надо разбирать все чистая сетку прям как вообще новый даже интересно лазили что них туда не лазили так сейчас я смажу и поставим так записи вот целиком на пусть поварить масло не нашел для резиночку лучше прям четко так теперь вставляем массу и закрепляем что вот эту штуку так надеюсь ребята видно надеюсь видеть этот раз фильтр распилил блять в ракурс не проверил все просто элементарно по умному подобротно сделал все и защелкнула она туда зашла и здесь зацепилась блять опять не вы под камеру вот зашла прошла и воде засыпалась крючочки и не забываем одеть и не наглечить такое заземление какое-то хуй ничего не плюс ни минус не знаю что по ребят но что-то связано может на мозги как-то дает давление не знаю стоит начинали не лезет ни хрена себе вот это клемма здесь толще здесь тоненький тоненько здесь блять прям толсто поэтому очень плотненько так по шлангам не знаю как тут все должно стоять ребята но блять шланг вроде стоит ничего не пропускает все вроде нормально давайте ставить вот сейчас фонариком посвятил мусор есть ребята мусор есть блять надо его как-то вытаскивать сейчас я дену шприц жены шланг и уберу вон там влага капелька есть и мусор крупный надо убрать ребята вязать их там я не могу понять сейчас я попробую телефону так опустить там относительно чисто да только вот здесь уберу ребята раз уж разобрать надо добро делать вот возможно сейчас упала но вряд ли сейчас упала потому что я аккуратно может часть упала мы уберем уберем любом случае мне нужен телефон телефон и мне нужен еще одна рука я даже не знаю как это убрать одной рукой до допустим если шприцом вкачивать блять мне неудобно светить надо и туда и сюда да чуть делать не знали сейчас буду думать свет на смотри короче я включил вот так свете сюда камеру и мне свете я потому что неудобно мне блин чтобы я видел тому что в горячий в этом вот как-то надо все это собрать рыбалка блять фильтр у тебя чистый насос все чисто прям относительно все нормально потом можно для профилактики про промыть систему вот такой в бак который заливается нормально потом я тебе подскажу купишь зальешь для профилактики я думаю вот так она ставится вот этим манжетиками наверх здесь нет манжетчик чтобы лучше прилегала так ставим можно резинку в принципе сюда одеть а можно туда наверное давайте оденем сюда что и более и помыться чистим и одевая так одевать надо вот так у нас стояла и потом вот этими вот этой штучкой видите да вот этим выступом одеваем вот в этот паз сначала заводим аккуратненько не спеша чтобы не задела ни резинку не датчики все чётенько мусор не занести все заранее помыли фильтр доходит до определенного момента потом покруженивать все прям идеально все прижали резинку все четко и теперь кольцо кольцо у нас вот она так кольцо надо тоже протереть а я упомню в принципе еще раз протру кольцо чисто кольцо кольцо я не знаю она одинаково не одинаково может быть надо было его замерить чай будем посмотреть надеюсь автоваз додумался сделать его без геморрой нам так если посудить каждый зашла каждый зашла нашла зашла зашла ну да без этого зашла ребята без всяких он этих не надо ловить пусть поняли все вот он зажимается все и короче теперь доступе моим его до эти штучки дошли до конца потом идут такие шишечки они залаживают под эти под эти крепления и его утапливают сильнее как бы прижимая дайте вам покажу так лучше вот эти выступы они сейчас зайдут под них и он прижмется еще сильнее теперь представлять надо на прогулку хейтеров выпускают так тихо не ломать велосипед не ломать как бы надо со всех сторон чтобы эти можно уже одеть чтобы не запачкать раз ну все теперь постукиваем по кругу заходит тихонечко отверткой пусть ударит но мне ее жалко блин надеюсь не честно не станет хорошо но нет вообще идеально отвертка ну все ребята смотреть вот эти штучки скобочки они уперлись вот в это крепление все полностью по кругу все теперь одеваем фишку идем качать пробили проверять сейчас сейчас включим сжигание проверим что здесь ничего не текло ключи там быстро быстро я думал что целый день тут в ази акции будут так насос качает здесь ничего не течет все отлично насос шумишь я глухой нахуй не слышу ни хуя еще раз включая ну все нормально ребята можно закрывать ну тут я уж показывать не буду что закрывать ставим крышку какая здесь была и опускаем эти штучки моими домом 3 опять же ребята мы устраним только очередную проблему надеюсь и еще не факт живые ли тут с фасунки или так далее даже можно нормально заработать просто довести такое состояние я под жизни блять не сделал малейший слой чуть сразу надо менять не надо ждать до того пока блять отвалится что давайте еще раз накачаем ну господи помоги нам починить эту машину люди писали блять вот надо было взять кредит новую машину ребята у этой девушки у сестры до четверо детей четверо какой нахуй кредит эта машина просто необходимость жизненно возить детей в садик в школу поэтому какие кредиты влезь заводим сейчас короче поеду ребята на разборку но завелась сразу не южу жу не гоняется как поэт на разборку вот спрошу никогда мрв есть ли такое свежее но на грант на н тяжело будет найти буш на но не купить а просто проверить если подключу до мрв и все пропадет чек и вся вот эта движуха кончится просто пойдем магазиновый поставим купим и все и забудем о проблемах просто ошибка под мрв горит сейчас проверяю блять а машинешка тоже жила жила жужжал как говорится моторчик то бля понятно весь подвеску еще надо делать там туда-сюда а так прямо нормально уже прям блять едет нормально но опять же тут электронный педаль и и прошить надо как я приори дела на буду вообще летать а так прям бля газ даешь она правую его ни хера вот я теперь машину знаю самолет блять это очень круто радует ребята радует душа у меня уже спокойно чек не загорается вообще драма гоня разборщики где я не вижу все закрыто что а блять сегодня же воскресенье ёбаный ворот че я затупил это блять 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 и а и 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 проверить легко провода прозвонить берем провод обычный на минус подсоединяем и вот так по проводу выложим нигде ли он не пробивает лучше смотреть в темноте где-нибудь в гараже а 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok если будет бесконечность обрыв то значит провод оборванный ну как оборванном я уж проверим они все рабочие давайте следующий вот этот раз так да он будет здесь вот и 588 так ребята ну короче все вроде поменял все сделал в итоге короче осталось только за дмрв горит ошибка постоянно вылазит температуру всасываемого воздуха ошибка это получается уже точно мертвый по дмрв ошибка и по ну детон иногда вылазит и воздух впускного воздуха высокая температура 33 градуса ну вот или там 33 и выше вот в интернете почитал что 33 градуса когда зависает это мертвый дмрв короче в магазине ездили 6000 дмрв стоит это очень дорого ребята короче решили взять бушный ну сами понимаете девчонку можно понять четверо детей откуда 6000 лет на такой дачу позвонил другу на разборку я буду сделать до мировые хорошие сейчас делаем сейчас привезет ставим подключаемся заводим если ошибка пропадает температура впускного воздуха приходит норму не 33 а ниже упадет на улице 15 18 градусов 19 вот больше ничего остается ну все уже поменяли ребята все оставит только за дмрв и все а там уже газ она девчонок сама настроить едет и там уже сама разберется на бензине она будет ездить но пока все сейчас ждем дмрв и ставим показываю дальше получится у нас все ребят привезли дмрв вот я короче хотел его поменять а у меня болтут отсюда не отворачиваются я просто сейчас его местами поменяю отсюда выкручу его сюда вкручу вот этот я уже снял у меня с гараж сейчас этот снимем и поставим на это место ну все ребята поменялись поменял выкрутил ну с богом так все убирается это что помешалось так фишку фишку оставляем где она у меня все бензин газ все пойдемте пробовать это уже просто я не знаю сейчас я не беру на бензин на газу на заведется потряхивает ее болезнь ведь на рады мид конечно пиздец да ну саленки клапанов по ходу мертвые легко лицами потом придет компрессиометр от саша не саша заказал офигенные штучки потом покажу чек потух ребята извелась сразу как бы о блядь о ну вообще машина ребята обороты берет уже так давайте подключим к лэмки проверим что у нас показания какие ну чек потух сам по себе блядь это уже о чем-то говорит так ребятушки ну чё смотрим зашли мы в параметры ошибок нету слава богу параметры напряжение 14 температура в 76 сейчас прогреется побольше и на горячую проверим походание расход массу уже уже 11 не 15 не 16 как на моем лет и 13 а уже в районе 11 вон 12 но еще сейчас машина не нагрелась до конца так 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 а чё у нас еще входной воздух самое главное где у нас о расход топлива упал 0809 отлично а был 1213 ой-ой-ой это супер о температуру входного опса 21 градуса ребят это очень здорово на улице у нас где-то сейчас я не знаю сколько сейчас посмотрю на улицу сколько температуру ну где-то 16 17 и плюс пока там в машине прогревочной теплый воздух ну короче это нормально это не 33 вот поэтому вот меня чего только напрягает где тут угол опережения зажигания постоянно прыгает почему он прыгает ребята куда еще копать подскажите так то все в норме да уже осталось вот только почему-то прыгает от угла опережения зажигания вот это меня прям не могу понять куда лезть мрв в норме ребят 11 от вообще упал смотрите 10 9 ой 10 говорю 10 прыгает 11 10 и 9 и 11 мрв просто отличная ребята отлично слава богу осталось решить что с углом опережения я не могу понять пока надо разбираться дальше кто час шарит ребята напишите но я машину сейчас отдам все что смог я сделал ребята машина не прыгать не плавает обороты не скочит все четко но потом будущем поменяем подвеску там чушь запчасти какие там но это теме виду уже такие запчасти по ходовке вот и глянем форсунки на будущее пока ребята даю машину как бы без чеков без проблем где у нас масса расхода 11 ребята идеально просто даже 10 86 просто идеально идеально ребята все ошибок нету идеально ну все ребята машина вроде бы наладилась по-любому стало лучше вот машину я дал ключи по ездить посмотрит сейчас поедет деревню за детьми там еще детей возьмут отвезет привезет в итоге короче она мне потом скажут человек по краще там даст ей прожариться потому что я вчера свечи как бы посмотрел темную два километра и они даже уже сказать не накалились поэтому не очищаются может быть зря как бы погрешил сразу на сильный масложор образно или там на топливом поэтому сейчас она просраться даст машине туда-сюда и я не прогорят и образ мы поняли все на душе и легко спокойно свободно так стало как-то вроде машинка жила жила понятно в любом случае будет лучше чем было вот и со временем потом сделаем подвеску там все переберем мы просто машина запущен было ужас ребята ужас если вы все ли в нее и вот ну все надо менять вот блять ну просто я не знаю что там за бывший добоем на ней тут как вообще можно на таком ездить ну там все гремит все то мне кажется ни одной детали подвески нет живой поэтому менять нам все и потом уже сейчас придет мне компрессометр саша мне бы выслал замерим компрессию и посмотрим эндоскоп я найду потом поем проверим там чехол них он что проверим посмотрим и уже будем решать по мотору чё там сален клапанов менять либо кольца не будет менять но я я уж не буду менять я в этом пока так то можно поменять гараж как бы ну не охота в мотор пока ларить не хочется хотя я делал мотор давным-давно свои там менял к этому не хочу так вот по мелочевке начнусь мало четко опыт опыт будет со временем мотор не хватит и грязь и этого нет вот чисто электроника подвеска датчик там накладки туда-сюда ну все принципе ребята с всем зашли смотрю ролики подписалась народу нормально поэтому ставьте лайки ребят комментирует пишите спасибо за помощь кто кто подсказывает кто там что-то совета дает вот поэтому ребята всех обнял всем от души спасибо как говорится всем удачи на дорогу всем пока увидимся